Взаимодействие власти и общественности. Сегодня наш собеседник, заместитель руководителя управления по работе с обращениями граждан Департамента внутренней политики Краснодарского края, Данил Лаврешин. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, а поступают ли к вам помимо жалоб какие-то предложения, ну такие реальные, действенные, которые можно в принципе рассмотреть? Вы знаете, да, предложения есть, есть разные, есть, конечно, ну очень масштабные, тяжело, наверное, реализуемые, есть интересные, ну вот нам интересные, мы даже организовали встречи тоже с молодыми ребятами, они предлагали вот именно модернизацию, систему работы с обращениями, с подходами, то есть рассматривали, ну предлагали свои варианты, мы у них многое позаимствовали, то есть пригласили, пообщались, ну если есть диалог, есть предложение, мы всегда только за, чтобы улучшить эти процессы, тем более сейчас же у нас везде в департаменте внедряется бережливое производство, ну как таковое, да, система менеджмента, вот в рамках которой, ну у нас в принципе всех сотрудников обучают улучшать свои процессы, то есть те процессы, которыми они занимаются постоянно, чтобы, ну не тратить на заурядную работу, которая не несет ценности, время, а уделить это все-таки чему-то более глобальному и важному, поэтому если есть какие-то предложения от граждан, мы только с большой охотой принимаем их. Ну вы напрямую, я имею в виду вживую, с гражданами не общаетесь, я правильно понимаю? Ну я к тому, что у вас тоже, ну судя по всему профессия, там не сахар, да, потому что заявители в основном бывают с претензиями и зачастую, наверное, возникают какие-то конфликтные ситуации. Вот хотелось узнать у вас сотрудники, чтобы не выгорать на вашем производстве, может какие-то проходят там курсы повышения квалификации или, я не знаю, может работу с психологами, есть такое? Да, у нас, ну как мы стараемся не в рамках своего департамента организовать, а наша задача организовать координаторную работу с обращениями граждан в целом, в крае, то есть и в администрации, и в органах на власти, и в муниципальных образованиях. Как я уже говорил, что, ну не самая почетная эта работа, работать с обращениями, да, с людьми гораздо лучше, наверное, может быть, какие-то другие направления предпочитают. И поэтому, ну вот здесь, может быть, меньше уделяется именно подготовке людей, стрессоустойчивости. В рамках форума, который проводили, в этом году тоже планируем, проводили обучающие и игры, и семинары именно с психологами, профессиональными психологами. Мы договаривались, они обучали людей, наших коллег взаимодействовать, как уходить от конфликтов, как вот их не допускать, как самому, ну вот пережить, если вдруг стал участником конфликта. То есть стараемся с людьми прорабатывать эти вопросы, это немаловажно, потому что, ну, все мы люди, и если у нас какой-то идет негатив, то тут возникает реакция такая ответная. А в последнее время к госслужащим, муниципальным служащим, ну, такое отношение не самое лучшее, не считают их, наверное, космонавтами доблестными. Но, тем не менее, это люди, которые работают, внесут службу, и, мне кажется, очень много работает, ну, судя по нашему департаменту, поэтому стараются изо всех сил, ну, грех таких людей не поддержать. Согласна. Скажите, вот в Крае сейчас реализуется очень много национальных проектов, соответственно, региональных проектов очень много. В этой связи есть какие-то отклики от населения? Люди понимают, что сейчас очень многое меняется в Крае, и, может быть, какие-то предложения свои вносят? Это проект вовлеченности граждан в решение местных проблем. И действительно, это проект, и вовлеченность уже процент. То есть мы превышаем плановые показатели, ну, по-моему, там уже в два раза. Вот, поэтому стараемся привлекать. Сейчас развивается проприториарное бюджетирование, то есть когда люди определяют, на что необходимо, в первую очередь, потратить средства. То есть эта работа ведется, и она ведется в рамках национальных проектов. Мы получаем отклик от граждан, письма благодарности. Губернатору буквально только поступило уже 260, еще год не начался. То есть, ну, действительно... Это за работу, которая ведется в рамках национальных проектов? Ну, в том числе. Люди за что благодарят? Вы понимаете, люди благодарят, когда это реализуется. Когда годами улица не делалась, тут раз, и оно преображается на глазах. А это возможно только в рамках национальных проектов, когда это масштабно решается, глобально, прям, ну, вот, с таким системным подходом. Поэтому люди видят, что меняется на глазах. И я, честно говоря, сам родом из небольшого такого населенного пункта в Истоковском районе. И вот приезжаю там периодически к родителям, смотрю, приехал, месяц не было, приехал, а там раз, новые тротуары, приехал новый, думаю, боже мой, ну, как хорошо. Поэтому, ну, не знаю, в принципе, кто обращает, кто живет в небольших городах, может быть, в больших, вот в Краснодаре тоже обновились муниципальные транспорты. Они, конечно, видят, что есть улучшения. То есть, благодарности есть. Есть ли недовольство? Ну, недовольство, конечно, есть. Не все вопросы решаемы. Не во всех вопросах есть правые основания для положительного решения этого вопроса. То есть, есть вопросы, где люди вот услышали, что где-то так и есть, и хотели бы получить, допустим, тоже такие же, ну, или гарантии, или льготы. Но много вопросов именно судебной системы, именно, даже не системы, просто, где вопросы уже давно погрязли в судах, и решение, ну, явно выходит за пределы полномочий администрации Краснодарского края, да и органам исполнительной власти в целом. Вот, поэтому просто у людей сложилось, ну, мнение или стереотип такой, когда-то, что решались вопросы все в исполкоме, можно было на мужа пьющего пожаловаться, можно еще на кого-то. И сейчас немножечко мы уже живем в другом обществе, но, тем не менее, такие есть. И поэтому, когда они не решаются губернатором, вот, ну, здесь люди выражают недовольство. Но, в целом, то, что именно относено к полномочиям администрации края, что относено к органам исполнительной власти полномочиям, решается. Если не решается, контролируется до того момента, пока не будет решено. Скажите, а вы же все равно там статистику ведете. Можно сказать, есть у вас какая-то динамика ежегодная? Больше к вам обращаются каждый год? Вы знаете, вот, для нас основной показатель, для нас, как я рассказывал про муниципальное образование, аналогично, мы находимся в России, являемся субъектом Российской Федерации. И пишут, и президенту в том числе. Для нас знаковый момент, что вот последние несколько лет, не знаю, то ли с такой энергетикой Винамина Ивановича, то ли от того, что пошли нацпроекты и пошли решения проблем, то ли от того, что организовали новые механизмы для работы с населением, обратную связь, то ли это комплекс всех проблем, но мы вот ежегодно, ежегодно снижается количество обращений. Вот жители Краснодарского края в администрацию президента и по соотношению больше пишут нам, но и нам снижается. То есть, в целом, сейчас тенденция на снижение обращений, но самый главный показатель для нас, что снижается количество обращений федеральные органы власти. Для нас это важно, что мы можем решать на местах, что нам пишут, что нам доверяют, и это особо ценно. Давайте все-таки еще вернемся к новому механизму, да, по работе с обращениями граждан. Расскажите, как это будет выглядеть с вашей стороны и со стороны заявителей. Ну, значит, центр управления регионом, который по причине губернатора будет создаваться, он сейчас прорабатывается. То есть, конкретно сказать, как точно, есть только концепция, что будет реализовано, это будет на начальном этапе веб-ресурс для реализации вопросов граждан. Человек видит проблему, фотографирует, выкладывает, она моментально модерируется и направляется в тот орган, в полномочиях которого решение данного вопроса. Без резолюции высшего руководства, без вот этих ступеней и попадает на исполнение. И тут вот такой уже контроль именно за непосредственным исполнителем. То есть, попадает в исполнителю, он фотографирует, что сделано, как организовано, и получает человек, заявитель, получает практически моментальный ответ и решение своего вопроса. Если, конечно, вопрос какой-то пролонгированного характера, он уже будет рассматриваться у нас, ну, немножечко иначе, но в целом большинство вопросов можно решать оперативно, быстро, без вот проволочек. Ну и плюс у системы, это и много функционалов, то есть здесь департамент информатизации связи ее презентовал, предполагается подключение там не только работы с обращением граждан, но и таких ресурсов, как ЕДДС, да, единый диспетчерский, где мониторинг будет осуществляться, подключены, будут туда медучреждения. То есть, вплоть до того, что видно будет ситуацию с котельными и можно оперативно принимать решения, то есть, не дожидаясь вот негатива со стороны граждан, а предвидеть, предугадать и решить наперед. Вот основная задача именно вот это, то есть, чтобы, во-первых, получить диалог и в то же время большинство вопросов решать до того, как они начнут раздражать наше население. Ну, такие перспективы, все будет в режиме онлайн, максимально открыто, прозрачно, более того, там даже планировалось статьи бюджета, вот, по крайней мере, ну, какие-то основные, что тратится, куда, то есть, чтобы максимально открыто люди могли посмотреть, увидеть, что происходит в регионе, какова сейчас ситуация. Ну, довольно масштабный проект. Скажите, а понадобятся еще ли люди для него? Или вы все своими силами? Ну, это же не только департамент, а проект. Это проект департамента информатизации связи, это проект ряда ведомств. Все уже пришли к тому, что нужно оптимизировать работу. Оптимизировав свою работу, не потребуется какого-то существенного вливания трудовых ресурсов. В частности, у нас есть многоканальный телефон администрации края. Когда он создавался, это был актуальный такой канал для оперативных сообщений, каких-то проблемах. Вот. Сейчас, ну, большинство населения уже, конечно, телефоном пользуются для того, чтобы войти в интернет и отправить куда-то сообщения. То есть для молодого поколения, для современного поколения это проще. И поэтому, допустим, можно перераспределить тут же ресурсы многоканального телефона, частично организовав работу в том же режиме, частично организовав. То есть всегда есть возможность для маневра. То есть нужно только вот посмотреть, как правильно организовать, чтобы и то, что уже показало свою эффективность, не сломать. И новые механизмы подключить. У нас, кстати, из таких вот интересных моментов по поручению губернатора опять дал задание, чтобы проработали вопрос. Когда муниципальное образование готовит информацию, часто вопросы касаются компетенции именно органов исполнительной власти. Ну, знаете, вот официальные запросы, написать письмо, получить информацию, все. Нами был создан портал компетенций. Пока подключены к нему органы исполнительной власти, органы местного управления, администрация края. Но в дальнейшем планируем вплоть до подключения граждан, где муниципальное образование задает вопрос, а другие муниципальные образования могут по схожей тематике увидеть. То есть, допустим, Троицкий водопровод идет, он не только через территорию Новороссийской, да, но он и Крымский район затрагивает. То есть, вопрос один, а писем нужно было. Все, здесь зашли, они уже посмотрели. А, вот есть позиция правовая ТЭК ЖКХ. Все. Значит, можно человеку грамотно разъяснить в унисон, а не придумает какой-то специалист, который не ведает информации и напишет какую-то, понимаете, отписку. Да, действительно. То есть, вот такая система тоже запущена, работает, сейчас обкатывается. Но было бы неплохо подключить туда граждан. Почему бы им не посмотреть, кто чем занимается, в компетенции кого находится решение данного вопроса. То есть, стремитесь к легкому, нетяжеловесному общению с гражданами. И между ведомствами. Да, продуктивным. Самое главное, продуктивным. Чтобы не, вот, как вы говорили, ни с конфликтом, ни с это, а вот максимально комфортно было и нашим сотрудникам работать, и в первую очередь гражданам получать те блага, на которые они, ну, рассчитывают, и должны получать без задержек. Ну что ж, спасибо за интересную беседу. Всего вам доброго. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.